Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа-Регион, в студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Социальная ответственность бизнеса. Застройщик должен обеспечить будущих жильцов всей необходимой инфраструктурой. Профилактика сезонных простудных заболеваний. Следим за здоровьем. Январские сюрпризы погоды. Прогноз синоптиков и предупреждение коммунальных служб. Простуды и грипп – обычное явление зимой. За эпидемической ситуацией следят специалисты. На сегодняшний день эпидпорог не превышен. Среди заболевших простудными заболеваниями больше взрослых анапчан. Все-таки прививочная кампания в детских садах и школах прошла эффективно. И сегодня в детских учреждениях курорта тщательно следят за состоянием здоровья своих воспитанников. По утрам осмотр детей медикам – обязательная процедура. И все-таки родителям стоит помнить о профилактике ОРВИ. Несколько полезных советов нам дала врач-эпидемиолог детской городской больницы. В муниципальном образовании на нашей территории города-курорта Анапа случаев гриппа среди детей не зарегистрировано. Лабораторных подтверждений у нас не было. То есть подозрение было, определялось, но подтверждений не было. Мы знаем, что самый эффективный способ профилактики от гриппа и вирусных инфекций – это вакцинация. Вакцинация у нас проводилась в октябре-ноябре месяце. В соответствии с национальным календарем профилактических прививок было привито более 30 тысяч детей. Если у ребенка возникла симптоматика подозрения на грипп, это ребенок может капризничать, повышение температуры, головная боль у ребенка, боли в мышцах, суставах, то необходимо не отправлять ребенка ни в детский сад, ни в школу, а вызвать на дом врача обязательно. Почему? Потому что грипп, он, в общем-то, опасен осложнениями. Осложнениями бывают заболевания верхних дыхательных путей, возможно, воспаление легких пневмоний и заболевания сердечно-сосудистой системы, миокардиты. Поэтому своевременно нужно вызвать врача и, в общем-то, все рекомендации медицинские манипуляции выполнять. Само лечением не заниматься, и если вдруг тяжелые случаи заболевания, острые вирусные инфекции или гриппа, необходимо, предлагается госпитализация, необходимо госпитализировать ребенка, не отказываться от госпитализации. Нет детского сада и школы, нет разрешения на строительство. О требованиях сегодняшнего дня в градостроительной политике говорили на аппаратном совещании под администрацией Анапы. Если застройщик задумал возведение жилого комплекса, значит, должен инвестировать в строительство социальных объектов. Детский сад и школа необходимы минимум на микрорайон. На совещании с городскими службами глава Анапы Сергей Сергеев ставит задачу все обращения за разрешительной документацией рассматривать только с этих позиций. Ни одного разрешения на строительство многоэтажных домов мы не подписываем, тем более комплекса многоэтажных домов, без наличия проекта планировки. Первое проект планировки, потом Градплан, а потом уже все остальное. Вот он вводит 500 квартир. В среднем численность населения 3 человека, семьи, да? Это 1500 человек. Теперь берем среднестатистическое, минимум 300 детей. Минимум 300. Из них 100 дошкольного возраста, 200 школьного. Куда они пойдут? Вот он мне рассказывает, куда они пойдут. Значит, мы все подписываем. Если не рассказывают, все, это требования сегодняшнего дня. При выдаче разрешений ресурсники должны подтвердить, выданы технические условия или нет. Соответствующие запросы сделает архитектура. Возможность подключить газ, электричество, дать воду должна быть предусмотрена еще до начала строительства. И о зеленых зонах. Их неприкосновенность должна быть отражена в генеральном плане. Включение в генплан санитарно-охранных зон наших. Все парки, все скверы. Все должно быть включено и покрашено в зеленый цвет. В плане это есть. Кроме того, шесть парков и скверов Анапы войдут в схему территориального планирования Краснодарского края и получат статус особо охраняемых территорий. Более 5000 человек в Анапском районе этой ночью посетили места для крещенского купания. Малая бухта, центральный городской пляж и центральный пляж Станицы Благовещенской принимали православных, желающих искупаться в море. Людей в крещенскую ночь на пляже Малая бухта, как в пик летнего сезона. Сюда пришло по самым скромным подсчетам не меньше 3000 человек для того, чтобы совершить обряд купания в освещенной воде Черного моря. Федор Медиков приехал из Москвы, сам уже давно не купается в силу возраста, но не смог не прийти к морю в такой великий для всех православных праздник. Мы здесь отдыхаем, где лучше, в санатории, и решили в такой день, прекрасный день, посмотреть купание, ну и самим бы поучаствовать. Веры христиан в то, что именно в эту ночь вода приобретает целебные свойства, часто подтверждаются конкретными примерами, уверяет Александр Киреев. Он вот уже пять лет подряд в крещенскую ночь приходит купаться. На самом деле, когда первый раз пошел купаться, болел очень сильно, была большая температура. На следующий день после купания проснулся и как рукой снял, и после этого начал купаться. На центральные пляжи города из Станицы Благовещенской пришло меньше, немногим более 2000 человек. Тем не менее, места везде были соответствующим образом оборудованы, как и планировали городские власти. Все прошло организованно и без происшествия. Специалисты МЧС, комиссии по делам несовершеннолетних, социальной защиты, инспектора по делам несовершеннолетних и медики, посетили более полусотни семей, нуждающихся в особой защите государства. Подробности в нашем материале. Начиная с новогодних каникул и до сегодняшнего дня, группа быстрого реагирования из сотрудников социальных служб города-курорта Анапы не оставляли без внимания ребят и их родителей. Специалисты за это время посетили 150 семей. Результат – в 11 квартирах устранены нарушения, которые могли бы привести к пожарам. И приятные дополнения – игрушки, сладкие подарки, продуктовые наборы и вещи первой необходимости. А там картинки. Вот это кто? Вот это кто? Это Киргар. Молодец. А это кто? Это Мишка. Молодец. Во время посещений специалисты консультировали родителей по вопросам оформления социальных выплат. После такого общения уже 9 родителей обратились в Центр занятости населения. Все получили содействие в поиске работы, четверым из них определен статус безработного. Многие родители получили консультации по порядку улучшения жилищных условий, возможности оздоровления детей. Капризы погоды в январе многих заставили насторожиться. Нужно ли готовиться к холодам или морозы обойдут Кубань стороной? Информация из первоисточника. С прогнозом на январь Андрей Бондарь, начальник Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Текущее похолодание в крае связано с прохождением холодных фронтальных разделов, которое в свою очередь связано с циклоном, располагающимся сейчас над центральной европейской частью России. Эти же фронты и этот же циклон вызвали похолодание на большей территории России, в том числе и в Москве. В дальнейшем воздействие этих холодных воздушных масс на территорию края будет только усиливаться. Поэтому в последующие сутки мы ожидаем, что по территории края у нас будет дальнейшее понижение температуры, местами осадки от слабых до умеренных в виде дождя и мокрого снега. По побережью у нас возможен утром гололед на дорогах, снежный накат, гололедица. Ветер будет северо-западный 9-14 метров в секунду, местами порывы до 12-17. Температура воздуха ночью на Черноморском побережье минус 3, плюс 2, днем 0, плюс 5. Действие холодной воздушной массы на территорию края будет усиливаться, будут заходить более холодные воздушные массы. И практически до конца января месяца мы прогнозируем дальнейшее понижение температуры. Таким образом, можно сказать, что на Кубань вернулась зима. Вот эти холода продержатся до конца января так практически точно. Судя по прогнозам синоптиков, зима пришла всерьез и надолго. Автолюбителям, да и пешеходам необходимо не забывать о мерах предосторожности. Что, в свою очередь, делают коммунальные службы для улучшения ситуации в городе? Далее. На случай ухудшения погодных условий и образования гололеда управлением ЖКХ предусматриваются такие меры, как зимнее содержание дорог, заготовка песко-соляной смеси. То есть, как только температура понижается ниже минимума, предприятия, отвечающие за зимнее содержание дорог, они выгоняют свою технику и будут посыпать дороги песко-соляной смесью. Кроме того, на случай возникновения каких-то экстренных аварийных ситуаций, на предприятиях жизнеобеспечения, ресурсовозабжающих, таких как водоканал, теплоэнерго, горгаз, сформированы аварийные бригады, имеются дизельные электростанции. То есть, на все случаи, на любые звонки, аварийные бригады выезжают, незамедлительно реагируют. Завершит выпуск прогноз погоды. В среду 20 января в Анапе облачно. Температура воздуха днем 0,1, ночью до минус 2. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 7 градусов. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. «Випарт» – клуб настоящих моделей. «Випарт» – клуб настоящих моделей.